Всем привет! Вы на канале Додисборгеймс и сейчас вы увидите обзор на SSD накопитель Samsung 860 EV на 1 ТБ. Накопитель поставляется в фирменной картонной упаковке, на которой сразу бросается в глаза логотип компании Samsung, название продукта SSD 860 EV 1 ТБ и тип флэш-памяти VNAN. На торцах упаковки можно увидеть серийный номер продукта, дату выпуска, страны производителя, а также QR-код, по которому вы получите дополнительную инфу по этому устройству. Подписка LucasBubincy, если хотите себе новый SSD. Сейчас мы перейдем к распаковке и увидитесь в прагматизме компании Samsung. На первом этапе нас встречает обыкновенная блистерная упаковка черного цвета. А на втором, вуаля, мы видим само устройство и инструкцию, ничего лишнего, никаких бумажечек, никаких наклеечек и прочего мусора. Как и любая инструкция, она здесь ни о чем, хотя я нашла страничка с иллюстрацией, которая поможет вам подключить SSD к ноутбуку, либо вашему ПК. А также присутствует флайер, в котором компания Samsung предлагает скачать свой фирменный софт Samsung Magician. Ссылочка в описании. В левом верхнем углу сейчас будут появляться основные технические данные SSD-накопителя, но я предлагаю рассмотреть его более детально. Скажу честно, когда берешь такое SSD после старого хард-диска, задаешься вопросом, как в такую маленькую пластмассовую черную коробочку мог поместиться такой объем памяти, и почему она настолько легкая и не железная? На нижней части SSD расположена наклейка, на которой видно напряжение питания, серийный номер, название модели, QR-код, дату производства, различные сертификаты соответствия и утилизации. Подключение к ПК осуществляется классическим интерфейсом SATA, с которым справится даже моя бабушка. SSD-накопитель выполнен из матового пластика, хотя и он оставляет следы от пальцев. На торцах корпуса и по четырем углам нижней части накопителя есть отверстие под винты для его удобного монтажа в корпус вашего ПК. Однако сами винты в комплект не входят, поэтому вам их придется найти самому, либо выкрутить с вашего телефона, либо с батиной лады. Ну и вот вам небольшое наглядное пособие, чтобы вы понимали, насколько это маленькое устройство. Оппонентом SSD выступает туристическая карта. Поставь лайк, если эти размеры тебя поразили. Переходим к софту Samsung Magician, ссылочка в описании. Скачиваем, устанавливаем. На титульной странице мы видим наш SSD общую доступную емкость, однако раздел диска не найден. Это не беда, давайте создадим его. Вызываем командную строку, у меня на семерке это сочетание клавиш Windows Plus R, вводим команду Disk Management и Enter. Нажимаем правой кнопкой по неразмеченной области диска, вызываем мастер создания простого тома, далее указываем максимально доступный размер диска, букву диска и его название. Нажимаем далее, готово. Как видите, появился диск под кодовым названием «Мастерская», и теперь мы можем пройтись по вкладкам программы для того, чтобы, как нам предлагают, провести его автоматическую оптимизацию и настройку. А также зарезервировать 10% емкости диска для того, чтобы он прожил долгую счастливую жизнь. А теперь самое интересное – тесты скорости. Компания Samsung уверяет, что скорость чтения запись SSD 860 EV на 1 ТБ должна быть в зависимости от конфига вашего ПК в районе 550 на 520 МБ в секунду. Для компании протестировал еще два своих SSD – это 850 EV на 500 гигов и EVA PRO на 256 гигов, а также жесткого ветерана Western Digital на 500 гигов. Тест скорости превзошел все мои ожидания, она даже выше, чем заявленная – 560 на 530 МБ в секунду. Не обратите внимание на нашего стричка, он встает от всех SSD по скорости в 5 раз. Ну а это официальный софт Samsung, а что же нам покажет сторонняя программа, например, Crystal Disk Mark? Значения сами говорят за себя. И в конце тестов немного о температуре. Стабильные 23 градуса при нагрузке в Photoshop плюс проигрыватель Windows с фильмом. Подводя небольшой итог, могу сказать, что я очень доволен покупкой, хотя цена за скорость в программах и играх на 2019 год – 170 баксов. Пишите в комментах под видео, какие SSD используете вы. И, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видосы. Воу-воу-воу, мальчишки и девчонки, а также их родители, нашлось стопроцентное решение проблемы с рекламой, которая всплывает постоянно в браузере Google Chrome. Тыкайте на следующее видео. А с вами был канал Dodixburg Games. Еще услышемся!